Добрый день! В этом году нашей школе исполняется 15 лет. Юбилеи хороши тем, что они дают возможность подвести итоги и наметить планы на будущее. Наша школа открылась в 1998 году и с тех пор количество учащихся в ней увеличилось в 4 раза. С самых первых дней своего основания наша школа имеет лицензию и государственную аккредитацию. Мы выдаем учащимся документы государственного образца, они успешно сдают единый государственный экзамен и поступают в ВУЗы. Высшее учебное заведение, в которое поступают наши ученики, не только в России, но и во многих зарубежных странах. В этом году по результатам единого государственного экзамена мы занимаем достаточно высокое место в районном рейтинге. Мы стараемся учить детей учиться самостоятельно. Прежде всего мы выясняем, по какой причине ученик пришел к нам и почему ему не подошла обычная школа. Мы проводим собеседование, определяем уровень знаний. После этого наши учителя составляют индивидуальный образовательный маршрут или план занятий. Учитель всегда находится рядом, он поддерживает ребенка, помогает, разъясняет то, что непонятно или вызывает затруднения. Но при всем при этом учитель не передает знания, а просто направляет экстерно. У нас нет традиционных классов. Ученик встречается с учителем только на индивидуальных консультациях. Но при этом учителя, ученики и родители находятся в постоянном контакте друг с другом. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный вид связи. Телефон, аудио, видеоконференции, скайп, чат, форум, социальные сети или вот мессенджер на сайте или электронная почта. Конечно, родители волнуют не только качество образования и успешное поступление в ВУЗ. Они переживают о том, будут ли у их детей друзья и научатся ли они общаться. Ученики из Петербурга видятся с друг другом довольно часто. У нас проходят занятия с волонтерами Международной молодежной организации «Айсик» на английском языке. Ребята на занятиях разговаривают только на английском, обмениваются с преподавательными адресами и продолжают дальнейшее общение уже вне школы. Мы участвуем во многих городских олимпиадах и конкурсах, в которых наши ученики занимают первые места. К нам все чаще и чаще приводят школьников младших классов. Теперь мы обучаем детей по трем ступеням. Начальная школа, основная школа, средняя, полная школа. В связи с увеличением количества учащихся, мы открыли вторую площадку на улице Казанская в центре города, станции метро Невский проспект. Ребята у нас разные. Многие уже в школьном возрасте стремятся что-то делать профессионально. Это спортсмены, танцоры, музыканты, будущие ученые, фотомодели. Таким ученикам трудно обойтись без свободного расписания. Есть ребята, которые стремятся получить аттестат быстрее, чем в обычной школе. Есть те, кто в свое время не доучился или не получил аттестат. Они тоже приходят к нам. И таких экстернов у нас немало. Мы используем различные информационные технологии. Систему управления контентом Джумла, виртуальную обучающую среду Мудл, электронное расписание, технологии Гугл и многое другое. Мы используем современное оборудование, электронный микроскоп, интерактивный планшет, видео-веб-камеры, мультимедиа-проекторы для видео-лекций и видеопрезентаций. Мы всегда готовы помочь нашим ученикам в использовании информационных технологий. Первый этап мы называем «Школа молодого бойца». Если ученики проявляют интерес, мы помогаем в освоении более сложных компьютерных технологий, таких как веб-дизайн, программирование, создание динамических сайтов и многое другое. Нам было очень приятно, когда в 2010 году наша школа победила во Всероссийском конкурсе социальной инновации в образовании. Примерно 85% наших учеников живут в Петербурге. Остальные разбросаны по разным городам и странам. Наша школа дистанционного обучения работает круглосуточно. Это особенно важно для экстернов, которые живут на Дальнем Востоке или в Америке. В нашей школе работают замечательные учителя. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Шестеро учителей нашей школы приняли участие в общероссийских конкурсах и попали по федеральной программе в большую энциклопедию «Дети будущей России» и сборник профессионалов Санкт-Петербурга. Мы стараемся быть максимально открытыми, максимально хорошо выполнять свою работу и свою миссию содействовать качественному образованию каждого экстерна. Санкт-Петербурга